Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Если нет, вы мне об этом скажете в чате. Сегодня у нас очередной вебинар, и ведет его Алексей Васильевич Мурзинов. Вебинар посвящен свод-анализу, его точное название вы сейчас видите перед собой. А я, как всегда, перед вебинаром хотел бы сообщить некоторую информацию, которую разместил в самом начале чата. Особенно эта информация будет полезна тем, кто впервые на нашем вебинаре. Итак, в самом начале нашего чата я разместил 4 полезные ссылки. Первая из них ведет на наше расписание, и в нем вы можете зарегистрироваться на все мероприятия Директ-Академии до конца нашего учебного года, до июля месяца. Вторая ведет на наш видеоканал на YouTube. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш видеоканал. У нас на нем уже более 450 вебинаров записаны. И этот вебинар тоже записывается. Если по какой-то причине вы не сможете досмотреть его до конца, то сможете досмотреть на канале. Третья ссылка – это страница нашего сайта онлайн-курсы. И это страница для тех, кто хотел бы учиться дистанционно. У нас в настоящий момент 11 курсов представлено. И один из них – курс «Марина Орешко». Информационные системы в библиотеке и не только запускается уже 3 апреля. То есть меньше, чем через неделю. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат уже в конце нашего сегодняшнего вебинара. А также за все посещенные вами ранее вебинары. Я также хотел бы проанонсировать 3 следующих вебинара, которые состоятся в Директ Академии. Вот я привел их, ссылки на них в самом конце чата уже. Завтра, в пятницу, у нас Татьяна Телегина, наша постоянная ведущая. И ее вебинар, двойной вебинар, она будет со ведущим присутствовать. «Сильный голос. Залог успешности в ваше выступление». Вебинар «Практику». В понедельник, 1 апреля, в 12 часов по Москве, библиотека «Нонфикшн», ЭБС для публичных библиотек. Вести вебинар буду я. Ну и, наконец, 2 апреля, во вторник, за день до начала своего курса, Марина Орешко проведет вебинар в 16 часов по московскому времени. К сожалению, раньше у нас никак не получается с Мариной. Проведет вебинар «Даешь взаимодействие, интерактивные плакаты и презентации». Ну, вебинары Марины всегда стоит посетить, так что я очень вам ее рекомендую. Как, собственно, и предыдущие два вебинара. Ну что ж, у меня все, а я передаю слово Алексею Васильевичу, да, проведите. Да, прошу. Спасибо, Павел Юрьевич. Коллеги, добрый день. У нас сегодня тема, с моей точки зрения, чрезвычайно интересная. Это связано с тем, что, во-первых, с образовательными учреждениями я уже достаточно давно связан, а со свод-анализом еще больше. И одно с другим, ну, получается, я не знаю, вот этот компот мне приятно вам предложить. Я думаю, что, наверное, здесь имеет смысл несколько слов рассказать о себе, потому что я не так часто появляюсь в Директ-Академии, в принципе, только второй раз. Недавно с ними плотно познакомились, хотя с Павел Юрьевичем достаточно давно контактировали. В общем, опыт работы в учреждениях у меня достаточно богатый. Причем, значительно больше опыт, чем с обычными учениками, с программой MBA. И это, ну, дает некий нюанс в моем понимании, в моих знаниях общения со слушателями. Я, наверное, в этом случае становлюсь ближе к вам, тем, кто работает уже в образовательных учреждениях. Я думаю, что таких тут большинство, чем ближе к тем студентам, которые, возможно, сейчас тут и присутствуют. Сегодня в программе, ну, вот такой порядок небольшой. Я вначале попытаюсь промоделировать некую ситуацию в неком высшем учебном заведении. Потом рассмотрю ошибки, свод анализа, наиболее часто встречающиеся, далеко не все, но наиболее часто встречающиеся. Рассмотрю применительно к образовательным учреждениям. Рассмотрю ошибки свод анализа, качественные, количественные. Ну, и, естественно, небольшую рекламу выступлю с рекламным сообщением. Ну, такой у нас, так сказать, профиль, что ли. Такой у нас опыт. Ну, вот. Итак, внимание на экран. Я очень прошу прощения за владельца этого костюма, что я ему прилепил такую физиономию. Он это какой-то конкретный человек и, видимо, весьма уважаемый. Но, слава богу, что мы не знаем, кто это. Он у нас обезличен. Вот есть некое такое современное образовательное учреждение. Не важно, что это, университет или же, я не знаю, частная школа какая-то, бизнес-школа или колледж или что-то еще. Ну, условно наименование руководителя ректор. Хотя, бывает разное название. Ректор вуза. Вот есть у него все. Есть здание, сооружение. Есть крыша не течет, стены не разваливаются. Есть профессорско-преподавательский состав. Есть некие вспомогательные службы, администрация. В общем, все, короче, есть. И, тем не менее, ему доложили в очередной раз, что падает прием. А с ним, естественно, доходная часть. А с ним, естественно, надо делать что-то с заработной платой. Кроме того, есть еще одна особенность. Ректор вступил уже во вторую половину своего срока. И если положение не поправится, то ему второй срок не светит. Вот к вам вопрос. Пожалуйста, что делать в этой ситуации ректору? Станьте на его позицию. Мне очень хотелось бы, чтобы вы проявили некую активность и посоветовали этому обезличенному лектору, который, видите, весь в слезах. Итак, что делать? Пожалуйста. Так, пока желающих есть. Искать разрывы. Ага, Дмитрий Валерьевич, добрый день. Это, вероятно, искать разрывы между желаемым и действительным. Где чего есть? А как искать? Вот вопрос. Что еще делать? Как это делать? Что делать ректору в такой ситуации? Так, пока не проснулись, наверное, еще. Ага, статистику собрать подробно. Надежда Павловна, я не понял. Так, исследовать. Так, Дмитрий Валерьевич, исследовать. Так, искать разрывы путем исследования. В том числе, как Дмитрий Сергеевич предлагает и статистику собрать. Работать с абитуриентами. Ага, рекламу, 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 наверное. Провести анализ имеющихся возможностей, Любовь Ивановна пишет. Очень хорошо. Очень хорошо. Но я полагаю, что вы, наверное, здесь достаточно много приведете примеров. Но я выскажу, так сказать, свое решение. Или решение, которое принял в настоящее время приемную кампанию организовать. Виктория Евгеньевна пишет. Я высказываю свое мнение. Я считаю, что, наверное, не я, а ректор так решил правильно. Собрать совещание, ученый совет, актив, либо еще что-нибудь такое. То есть включить коллективный разум. Одна голова хорошо, а две лучше. И в том числе обсудить те предложения, которые поступили. Так, Валерий Вячеславович, добрый день. Вопрос я вас прочитал. Напомните, пожалуйста, я потом отвечу. Сбился новый вопрос, поступил в папочку «Вопросы». Итак, собрали совещание, ученый советом, или как его там назвать, неважно. И что делает? Ну, вот как примерно могу спрогнозировать, как это все происходило. Ну, ректор обрисовал ситуацию, задал вопрос, что делать. И выступает первый проректор. Ну, и говорит, рекламу, рекламу, рекламу надо давать. Чего мы сидим, деньги жалеем? Реклама – это двигатель торговли. А мы же ведь так или иначе покупателей ищем. Айтишник пишет, дайте денег, мы запустим дистанционное образование. Дикан какого-то из факультетов. Я давно говорю, что надо наш факультет расширять и вводить новые специальности. У нас крупнейшие спецы работают и так далее. На что ему в духе Дмитрия Анатольевича главный бух отвечает. Денег нет, но вы держитесь. Ну, и в конце концов выступает некий ассистент кафедры экономики и говорит, надо провести ситуационный анализ и разработать стратегию развития. Ну, ожидаемо все хором его затюкали. Похожая ситуация. Встречались вы с такой ситуацией? Ну, подобной. Ну, это некая такая выдуманная, конечно, ситуация. Но встречались ли вы с такой ситуацией или нет? И с такими обсуждениями? Так, Виктория Евгеньевна, пожалуйста, пока что-то медленно у нас интернет работает или пока не бегают. Встречались ли с такой ситуацией? Наталья Николаевна, да, встречались. Частая ситуация. Встречались. Ну, вот Владимир Анатольевич пишет, что он не встречался. Ну, слава богу, вам повезло. Да, реклама без анализа встречал. Разницу мнений тоже. Приблизительно такие ситуации. Ну, вот Евгения Юрьевна не встречалась. Ну, хорошо. Я думаю, что вот тем, кто не встречался с подобной ситуацией, повезло. И очень повезло. Что, в конце концов, они решили? Создать комиссию по разработке стратегии. Сейчас срочно создавать комиссию и разрабатывать стратегию. Допустим, такое решение принято, и вам пришло, или вы сами его приняли, или участвовали в приемке, или же вы сами это решение, ну, так сказать, стимулировали. Во всяком случае, вам пришлось вот сработать в этой комиссии по разработке стратегии. И вам волей-неволей придется говорить, решать этот вопрос, что делать. Для того, чтобы решать этот вопрос, необходимо обязательно проанализировать ситуацию. Очень хороший, простой, как говорят, способ поиска информации, это проанализировать сильные стороны, слабости, возможности, угрозы, их сопоставить и ответить на вопрос, что делать. Нужно проводить свод-анализ. Во, Владимир Анатольевич, и я так говорю, совершенно точно, я точно так же. Путем сопоставления внутренних и внешних факторов мы, в конце концов, скажем. А вот вопрос, скажите, пожалуйста, а ваше мнение о проведении свод-анализа, сейчас я открою опросы, это просто или как? Вот сейчас у меня на экране вопросики, пожалуйста, ответьте на 42 человека, хотелось бы, чтобы большинство ответило. Это все очень просто, можно сделать одной левой. Нет, это так, средненько, не то, не все. Ну, конечно, поработать придется, но не то, чтобы очень, и не так, чтобы так. Так. А вот вы знаете, что, вот абсолютное большинство, если зайдешь, откроешь любой учебник по стратегическому анализу, либо любой другой, то там написано так. Свод-анализ это простой инструмент, который позволяет много достигнуть, с ним справится даже студент. Ну, то бишь, распространено мнение, что это действительно просто, что это можно сделать одной левой. Так, ну, проголосовало нас только 12 человек, но остальные либо стесняются высказать свое мнение, либо, ну, я не знаю, отвлеклись на какие-то другие дела, такое, наверное, возможно. Так, если есть желающие, то, пожалуйста, еще голосуйте, потому что я сейчас, высказывайте свое мнение, я сейчас тогда остановлю опрос, получается, что, в общем-то, как ни странно, как ни странно, ваши аудитории прекрасно понимают, что свод-анализ это все-таки достаточно сложный труд. Останавливаю вопрос, останавливаю вопрос и смотрю, а в мобильном приложении не видно голосование, ну, ой, я, я, не я. Так вот, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос, а есть ли необходимость кому-то прям срочно, срочно провести такой анализ? Стратегические сессии обязательно, Виктория Евгеньевна пишет, правильно, конечно же, стратегические сессии обязательно, бесспорно, привлечение людей, множество людей, очень полезным бывает, если это все правильно организовать. Есть ли среди вас те, кому вот так прямо вынь да положь, надо провести анализ? Если есть, поставьте, пожалуйста, плюсики или напишите да. Так, есть Елена Анатольевна, Елена Анатольевна, вот вам, пожалуйста, мои координаты, связывайтесь, как говорят, помогу. Воу, тем более, вот, пожалуйста, связывайтесь, лучше всего связываться через e-mail, конечно же, ну, а дальше решим, как нам поступить. Итак, поехали. По проблемам корректировки разработаны стратегии и их реальность, стратегии и их реальность. Верно, 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 все правильно, это все нужно, это все очень важно человеку. И вот, хотел бы, хочу начать в основном с тех ошибок, которые допускаю. Ошибок допускается тьма тьмущая. Под многие из них я не нашел, ну, скажем так, документального подтверждения прямо сейчас. Они есть, но в другой отрасли, например. Поэтому я выделил пять наиболее главных. Первое. Это формулирование факторов без учета цели анализа. Вот я сейчас открою другой документ, который подготовили наши коллеги из Белоруссии. Свод анализ школ по дистанционному изучению английского языка. Это не весь анализ, несколько я его укоротил. Вот, пожалуйста, посмотрите, English Papa, English Doma, онлайн класс. Вот что они провели некий общий анализ. Выделили сильные, так, где у меня тут указочка, вот указочка. Выделили сильные стороны для определенной школы. У нее гибкий график обучения, занятия с носителями языка. Выделили отрицательные качества. Выделили благоприятные факторы внешней среды и возможности. Выделили угрозы. Вот так и хочется сказать вопрос. И что? Что из этого следует? Зачем это было сделано? Читаю. Английская школа English Papa. Общая характеристика. За два года прошло обучение более двух тысяч белорусов. Та же самая история. Вот, посмотрите, сильные стороны, они несколько другие. Слабые стороны, они тоже несколько иные. Некие угрозы несколько иные, возможности несколько иные. Вопрос. А что дальше? Зачем? Почему эти, а они следующие? Ну и вот для третьей школы у них та же самая. Сильные, слабые стороны, возможности, угрозы. Ну и что из этого следует? Свод, анализ, онлайн класс. Та же самая история. Четыре у них группы было, наверное. Вот в школе заявлено преподавателя с носителем языка, но в списке преподаватель британец лишь один. Мэн. Это в смысле мужчина? Или это такая фамилия у него? Ну вот, все. 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 Смысл. Источники информации, где они взяли. Посмотрели, соединили. Это так называемый, я не знаю, писательный свод, анализ. Смысл его проведения мне, честно говоря, непонятен. Непонятен. Что, почему? Вот давайте посмотрим. Вот есть у нас Бобби Фишер и Арнольд Шварценеггер. Это, я не знаю, кумиры моей молодости когда-то. Я не знаю, что я увлекался Шварценеггером, но за Бобби Фишером следил, потому что он постоянно наших шахматистов побеждал. Поэтому следил. Арнольд Шварценеггер, это, наверное, уже, так сказать, мои дети, ему увлекались бодибилдингом. Вот скажите, пожалуйста, сильные, слабые стороны. В чем сила Фишера? В чем сила Шварценеггера? Пожалуйста, вот напишите, возможно это или невозможно. Вы можете прямо так сходу оценить? Сходу оценить. В чем силен Фишер? В чем силен Шварценеггер? Мозги Фишера и мускулы Шварценеггера, Надежда Павловна. Правильно, я думаю, что все так думают. У Фишера есть мыслительная деятельность, хорошо развитая. У Фишера мускулы развитые. То есть у Шварценеггера мускулы развитые. И что это нам дает? Что это нам дает? Это нам ничего не дает. Вот мы можем, конечно, сказать, что у Фишера мышление развито, а мускулатура слабая. У Шварценеггера мускулатура сильная, а ум, ну я не знаю про ум, потому что все-таки губернатором был, это, так сказать, наверное, что-то знает. Да и в кино много снимался, а в кино не все дураки. Там, наверное, есть и умные тоже люди. Так вот, в такой формулировке это все теряет смысл, потому что любые факторы, как внутренние, так и внешние, они не являются абсолютными. Они определяются по отношению к чему-то. Вот, например, если сравнивать, например, Таллия и Бобби Фишера, можно говорить, кто сильнее, кто слабее. Если связывать Шварценеггера и Франка Коломбо, такой был, как я выяснил из интернет, тогда мы можем что-то сказать. Для своего рода деятельности, для своей цели, есть ли у них сильные и слабые стороны. И можно ли заменить одно другим, например, умственные способности, вот в данном случае, где у меня пропала опять мышка, этих, перенести сюда. А нужны они здесь? Да и не нужны они здесь. Но зато здесь нужна мускулатура. Здесь нужно, я не знаю, и там, и там нужен упорный труд. Но этот упорный труд направлен совершенно на разные цели. В связи с этим, на первом месте, всегда перед любым анализом должна стоять цель. Цель, свод, анализ, стратегия. Нет факторов. Шахматист Гарри Гаспаров не блещет умом в общественных отношениях. Ну, так вот именно, я полагаю, что мыслительная деятельность шахматиста направлена на некое специфическое стратегическое мышление шахматиста. И совсем не обязательно, что он будет успешен в бизнесе, например, либо в общественно-политической деятельности. Совсем это не означает. Под каждую цель мы выбираем свои факторы. Свои факторы. Приведу такой неплохой пример. Ну, как мне представляется, очень интересный. Я когда-то был директором небольшой научно-исследовательской организации, там 300 человек у нас работало, всего то. И была среди них одна Люба. Люба – это моя секретарша. Очень симпатичная, хорошенькая девушка, такая вежливая, все. Как только к нам приезжало начальство, они ее всегда хвалили. Всегда хвалили. Ну, потому что она так, ну что ли, ну, помогала им, звонила, там еще что-то, чаю приносила. Всегда так, ну, вежливо, все это красиво, не могу подобрать это слово. И всегда хорошо, сильная сторона. И вот мне приходили, жали мне руку, говорят, хорошая у тебя секретарша, хорошая у тебя секретарша. А денег не давали. А денег не давали. У меня есть сильная сторона. Но денег не давали. На первом месте цель. Это ошибка номер один. Мы начинаем делать свод-анализ вообще. Вообще он не годится. Если мы, например, решили в своей организации развивать дистанционное образование, вводить новое направление или усиливать это направление, то, значит, отсюда и надо искать все предпосылки, которые есть у вас. И все те благоприятные, неблагоприятные факторы во внешней среде, которые есть. Или же вы решили, ну, я не знаю, готовить, готовить специалистов для муниципалитетов. Так вот, с этой точки зрения и смотрите, насколько вы готовы. С этой точки зрения смотрите, что вам во внешней организации может быть помочь. А когда мы говорим вообще анализы, мы получаем некий анализ, и дальше возникает вопрос, ну и что? Мы потратили кучу времени, ну и что из этого? Так, я позволю себе спросить, понятно? Цель на первом месте. Ну, кто-нибудь поставьте плюсик, если понятно. Если есть возражающие, пожалуйста. Так, плюсики. О, Надежда Павловна, даже два плюсика. Окей, хорошо. Теперь, вторая ошибка. Спасибо. Используется очень часто. Использует в качестве внешних факторов неопределенную ситуацию. Ну, вот, например, есть такая книжечка. Университетское планирование в рамках процессного подхода. Бадаева, ЕА. Я ее не знаю. Издательство Академии естествознания, по-моему. И вот там таблицы 4, 14 есть. Элемент свод, анализ структурного подразделения, кафедра, университета, либо что-то. Ну, вот, читаю. Востребовательность образовательных услуг. Так, подождите. А каких услуг? Образовательные услуги могут быть разные. Курсы, кройки и шитья. Может быть, я не знаю. Как выращивать малину? Вячеслав Александрович, цели и полагания, исходный момент построения любой системы. Правильно, правильно, верно, верно. Получается, что может быть анализ цели, насколько нужно достигнуть, и анализ наших возможностей, насколько сможем достигнуть цель. Вы знаете, в общем-то, ну, для этого все равно надо сформулировать эту цель. А можно трактовать и так, и так, конечно же. Мы сможем ее достигнуть или нет. А можно говорить не так. Мы ставим некую амбициозную цель и ищем способы ее достижения. Можно и так поставить. Итак, появление новых технологий обучения. Ну, невозможно об этом говорить. Невозможно об этом говорить вообще. В мире много чего появляется нового. Но, если бы тут было написано о какой-то конкретной технологии, которая появилась, вошла в жизни и расширяется, то, может быть, действительно ее стоит брать. А так, это просто лозунг какой-то. То же самое. Демографическая ситуация в стране и регионе. Какая она? Ну, раз в угрозах, наверное, она плохая. Ну и что? Ужесточение конкуренции. Ну, я не знаю, наверное, редакторы так написали. Я бы написал «ужесточение конкуренции». Но это мелочи. Изменения образовательной политики. Что за изменения? Какие изменения? Это некая такая неопределенность. Это некая такая неопределенность вообще. Матрица свод анализа к БОУ школы 554 в части реализации платных ДОУ. Дополнительных образовательных услуг, наверное. Вот это я так расшифровываю. Ну, во всяком случае, цель здесь стоит в части реализации платных ДОУ. Ну, что она пишет здесь? Рынок нестабилен и ориентируется на качественные характеристики услуг. Ну, это нечто такое совершенно непонятно. Что значит рынок нестабилен? Это как вспоминает «Золотого теленка». Чемберлен – это голова. Ему палец в рот не клади. То есть, что там такое? Неопределенность во внешней среде. Ожидание спада покупателей. Способности в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране. Есть ли цель деструктивная? Это и результат аналогичный. Что мы наблюдали во множестве реформ. Владимир Анатольевич, наверное, вы правы. Но цель все равно нужна. И, конечно же, она нужна конструктивная. Тут я спорить даже не буду. Я пытался... У меня что-то не получается. Нынешнее поколение Мераполиса не воспроизводит такие ссылки. А то я раньше это делал. Как-то это надо ухищряться, но я не умею. Так вот, в свое время Аркадий Райкин использовал такое выражение. Мерзопакостная ситуация. Она мне так запомнилась. Вот это. Я ее очень часто использую в жизни. Ситуация мерзопакостная. Экономическая ситуация мерзопакостная. Вот он. При случае, посмотрите. Это буквально несколько секунд. Но вот этот адрес действительно я проверял. Время было жуткое. Просто жутчайшее. И атмосфера была мерзопакостная. Но рыба в каме была. Ну, про рыбу это отдельно. Ну, вот слово-слово такое. Вот скажите, пожалуйста. Если у нас вокруг нас мерзопакостная ситуация, как это влияет на ваше образовательное учреждение? Попытайтесь сформулировать. Вот найдется ли хоть один человек, который может сказать, как мерзопакостная ситуация в экономике повлияла на ваше образовательное учреждение? Вот мне интересно, сможет кто-нибудь проявить творческий такой порыв и в творческом порыве написать про это дело? Так, 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 так. Так, ну. А ну, какое-то отставание идет. Ага. Разогнали вуз. Так, минуточку, Дмитрий Валерьевич. Как разогнали? Мерзопакостная ситуация разогнала? Кто разогнал? Кто разогнал? Минобр. Проблемы с трудоустройством выпускников. Подождите. Проблемы трудоустройства выпускников с чем связаны? С отсутствием рабочих мест? С чем связано отсутствие рабочих мест? Вы скажете, с мерзопакостной ситуацией? Ничего подобного. Мерзопакостное состояние это некая амеба. Неопределенная. Качество образования и зависит от наличных ресурсов. Видимо, нечем платить и абитуриентов мало. Так вот причины. Вот факторы. Это именно факторы. В некоторых заведениях берут взятки за экзамены. Вот безобразники какие. Вот гады, а. Повешать их надо всех подряд. Кто берет взятки за образование. Сейчас все говорят, что с детьми в ограничении возможности должны учиться в школе. Но школа не оборудована ничем. Ага. Ну вот, скажите, пожалуйста. Есть такой момент, который мерзопакостная ситуация влияет напрямую на ваше учебное заведение? Нет. Влияет через что-то. Ситуация сама по себе влиять не может. Профессура стала получать меньше, чем молодой выпускник вуза. Ну вот, беда, но почему так? Потому что мерзопакостная ситуация, давайте поконкретней. Мерзопакостная ситуация, слово сочетание неопределенное. Каждый понимает под ним все, что угодно. А если мы на входе в анализ берем нечто неопределенное, то как мы получим определенность на выходе? Да уж никак. Так, если у нас неопределенность на входе, то на выходе мы получим неопределенность в квадрате. В лучшем случае. Я вот об этом говорю. Внешние факторы это ситуация, не ситуация. Ситуация это продукт множественных событий и приводит к событиям. Сложилась ситуация, потому что произошло одно, второе, третье, четвертое событие. И сложилась ситуация, которую мы условно называем мерзопакостной, например. Но эта мерзопакостная ситуация может привести к неким событиям. И вот эти события уже влияют на нас. Если мы начинаем реагировать на ситуацию, то мы реагируем на некая неопределенность. Прежде всего, тенденция и события, это явление, происшествие, случай, событие, или целенаправленные изменения неких параметров, либо что-то такое. Вот на открытие Крымского моста можно отреагировать, на пенсионную реформу можно отреагировать, на выборы президента можно отреагировать, на чемпионат миру по футболу можно реагировать, на пожар в зимней вишне можно отреагировать. Это все события. И именно они должны быть во внешней, при анализе внешней среды. Например, тучи над городом стали, в воздухе пахнет грозой. Ну, дальше петь не буду, потому что голос у меня не такой хороший, не шаляпин. Вот эта ситуация, вот сложилась такая ситуация. Ну, я понимаю, что, наверное, Роман Вильфот и все, кто связан с погодой, нам объяснят, почему случилась эта ситуация. Но самое главное, что эта ситуация приведет к чему-нибудь. И вот мы ожидаем, что скоро будет гроза. Вот это ожидаемое событие. Вот это, над него можно защищаться. Организация не может влиять на внешние факторы, должна их учитывать, защищаться или использовать. Правильно, Вячеслав Александрович, совершенно правильно. Но именно к этому я и веду. Но для этого надо вначале вот эти внешние факторы сформулировать. Если мы, например, говорим, ситуация плохая, например, коррупция, санкции, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, что будет впереди, я не знаю. Свод-анализ с этим работать не сможет. Мы, ну, каждый будет понимать под этим словом свое. А давайте конкретизируем. Допустим, мерзопакостная ситуация приведет к дальнейшему спаду приема в учебные заведения. Например, и под это строим свою стратегию. Но мы не уверены на 100%, поэтому давайте мы выберем другой сценарий. Например, что все останется как есть в части приема. И под это будем строить свою стратегию и проводить свой анализ. Или наоборот. Мы обязательно ситуацию, которую рассматриваем, должны привести к событиям и к событию готовиться. Но если у нас есть сценарии развития, то в этом случае мы должны проводить несколько анализов и несколько мер. В одном случае мы действуем так, а в другом случае у нас будет план Б. Так, вот тут про пролетарий всех стран соединяйтесь, Владимир Анатольевич. Это когда профессура стала пролетариями, закричала пролетария всех стран. Ага, инвалиды умственного труда. Я всегда говорю, я инвалид умственного труда, пролетария всех стран, соединяйтесь. Еще один пример. Еще один пример. Я специально привожу сейчас такие примеры, для того, чтобы к образовательным учреждениям сейчас вернемся. Для того, чтобы просто, ну мне кажется, было бы более понятно, ясно. Я не знаю, как вы, но я в школе песню о буревестниках изучал. И я ее не всю помню, но вот это я все написал со своих слов. То есть по своей памяти. Потом проверил. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник. Ветер воет, гром грохочет. Синим пламенем пылает, ставит туч над бездной море. Море ловит стрелы молний и своей пучине гасит». Ну и так далее. Где ситуация? Где ожидаемое событие? И в конце Горький пишет. Да что б тебе вот. Выскакивает объявление на экране, все закрывает. Буря. Скоро грянет буря. Вот это предсказание песни о буревестнике. Это как раз тот фактор, к которому мы должны готовиться. Именно этот фактор. Вот еще раз, обратите внимание, где ситуация? Вот она, обвожу. Сейчас я ее обведу сейчас так. Я не знаю, какой у меня тут цвет. Красненький, да. Вот ситуация. Вот это ситуация. А вот это, а вот это событие. Фактором является событие. И последний вопрос для... А, ну... Сейчас, да, ладно. Итак. Слово... Итак, ситуация, тенденция, события. Ну, явление еще можно сказать. Явление, природное явление, техногенное явление там, или еще что-то такое. Так вот, ситуация, тенденция, события. Вот из них именно события и тенденции являются факторами. Факторы, конкретные события, явления и тенденции имеют дату и место прохождения. Владимир Анатольевич пишет. Какая готалка может дать точный прогноз? Я знаю. Такая есть. Конечно. Но, тем не менее, точный прогноз дать никто не может, но сценарный анализ можно провести. Владимир Анатольевич, выпускник не захочет тратить 30 лет и огромное количество денег, времени у семьи на то, чтобы стать профессором. И в результате получать меньше, чем молодой выпускник. Ну, это верно. Это верно. Ну, это надо учитывать в свод анализе. Но само по себе утверждение верно. Я что, и не спорить буду? Нет, конечно же. Так. Ну, не выпускники такого мнения. Ну, не все выпускники такого мнения. Ну, кто его знает. Все зависит от характера, от воспитания, от окружающей среды, опять же, от тех событий, которые протекали в его жизни. Оставили. Вот сейчас несколько вопросов в связи с этим. Да. Ну, в общем, там, так, сбился я, извините, ради бога. Значит, факторы – это конкретные события, явления, тенденции. Не вобще. Не ситуация. Вот это понятно. Ставьте плюсики. Дальше не пойду, пока плюсик не поставите. Ставьте сознательно. Так. Наталья Николаевна, плюсик. Ставьте сознательно противно. Так, все понятно, все понятно. Поехали. Третья ошибочка, которая часто встречается. В качестве внешних факторов, целей, желаний, намерений, действий. Вот, к примеру, где он у меня вот здесь. Вот тот же любой из этих. Берем любой. Любой, где он? Так, что-то здесь не видно у меня. Возможности. Тут масштаб мелко, но все-таки. Вот скажите, пожалуйста, вот читай первую возможность. Использование контекстной рекламы, вот она. Вот, вот она. Использование контекстной рекламы в Google Яндекс для продвижения онлайн-курсы. Кто это, кого это характеризует? Кто это делает? Вот кто это делает? Кто должен это делать? Кто? Ну, скажите, пожалуйста. Это какое-то образовательное учреждение. Кто это должен делать? Может делать? Или будет делать? Администратор школы. Ну, не знаю, правильно. Администратор или не администратор, но самое главное – это действия школы. А дальше? Создать четкие сегменты потенциальных клиентов и с помощью собственной ресурсной базы развивать курсы в онлайн. Опять? Руководитель Центра дистанционного обучения совместно с отделом маркетинга. Правильно, Павел Юрович, пять вам с плюсом. Продвигать онлайн-курсы через собственные виды оффлайн-обучения. То есть, онлайн через собственные… Кто должен делать? Не знаю. Отдел по связям с общественностью, либо сисадмин, либо специалист по рекламе. Это сейчас не так важно. Важно, что это те действия, которые должны выполнять, те действия, которые должны выполнять само учреждение. Вспомнил, что такое свот-анализ. Внешние факторы – это некие события, которые происходят во внешней среде, независимо от того, есть вообще этот объект или нет. Они где-то вовне, они за окном, они где-то, так сказать, там далеко. Да, конечно, есть такие компании, которые влияют на события. Но все-таки надо делать хорошо и не делать плохо. 6.0. Так, а почему 6.0, не знаю. Это уже действие, реализованная стратегия, которая является возможностью для всех образовательных учреждений. Ну, не знаю, для всех ли. Одни могут, другие не могут, третьи не знают. Но то, что это действие, которое рождается по результатам этого анализа, по результатам этого анализа, это не может быть. И в связи с этим я использую обычно такое выражение. Вот этот свод-анализ и вся эта громадная работа становится никчемной. Поскольку логика анализа не соблюдена. Есть внутренняя среда, есть все, что вокруг нее. Вот, вот она внутренняя среда, вот у меня, вот, 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 внутри. И есть все, что во мне. Вот это во мне, оно существует, оно не говорит о том, что я хочу обхватить, не знаю, землю или что-то еще. Оно говорит о том, что земля круглая. Это, хотя, это, так сказать, ну, некий факт, что ли. А, действие какое-то. О, северный полюс, северный магнитный полюс передвигается к сторону Сибири. Во, это событие, это тенденция некая, что-то. Вот это внешнее. Сам факт может быть здесь, если они так хотят продвигать онлайн, это есть тот богатый опыт. Есть, существует богатейший опыт работы онлайн-организаций, обучающих, которые нужно изучить, которые можно изучить и которые даст пользу. Надо только, надо только к нему притронуться. То есть, надо и, то есть, есть. А внутреннюю среду определять не только внутреннюю. Среду определяет цель. Цель определяет и внутреннюю, и, не так, не внутреннюю среду, а оценку внутренней среды и оценку внешней среды определяет цель. По отношению к этой цели мы определяем свои возможности. Если бы мы не собирались развивать курсы в онлайн, если бы мы не собирались, мы не смотрели бы свои возможности по этому поводу. Если бы мы собираемся, не знаю, собираемся повысить свою репутацию на рынке труда, то мы делаем именно таким образом, чтобы это направление выдвинуть. Возможно, что-то нужно, что-то еще. Возможности это направления, в которых можно что-то улучшить. Виктория Евгеньевна, извините, ради бога, выскажу категорично. Неверно. Возможности это не направления, в которых можно что-то улучшить, а это события, которые произошли во внешней среде. Именно события. Вот я не знаю, от Крымского моста до выборов президента, до футбола, до чего-то еще, это все произошло. Например, Роскомнадзор или наоборот, как его, который-то Минобор принял постановление. О, вот это событие. И к этому постановлению, к выполнению этого постановления надо готовиться. Вот это, вот это внешняя среда. Наука должна быть, то есть, определяет цель. Не так, то есть, это субъективно. Наука должна быть объективно. Минуточку, минуточку, минуточку. Про субъективность мы еще поговорим. Наука должна быть объективной, это верно, это верно. И анализ у нас должен стремиться быть объективным. Но, когда мы изучаем что-то, то мы изучаем по отношению к цели. Если вы, например, ищите средства прикурить, то вы выбираете соответствующие средства. Вы же не берете, я не знаю, при этом не включаете магнитофон или, я не знаю, телефон. Вы ищите спички, зажигалку, в конце концов, кремень, либо что соответствует этой цели, а не вообще. Вот о чем речь. Почему цель первична. Закрытие конкурента типичное. Да, верно, совершенно верно. Закрытие конкурента типичная возможность. Конкуренты наши закрываются. Это то, что мы, ну, может быть, даже мы к этому и приложили руку. Ну, я не знаю, подтолкнули их туда. Это уже дело десятое, что ли. Но это то, что происходит не у нас там. И это благоприятный фактор, чтобы ринуться на их позицию. Так, я не буду больше говорить по этому поводу. Вот по этому примеру все анализы именно такие образом. Поэтому все они становятся никчемными. Кстати, хочу отметить, вот кто полюбопытствует и полезет ко мне на сайт, там приведено очень много примеров. В том числе и члены Академии наук допускают такую ошибку. И, я не знаю, административные органы допускают такую ошибку при разработке стратегии регионов. И горячо любимый Игорь Ман допускает такую ошибку и не хочет ее никак признавать. Он пишет в книжечке «Я первый» или «Как вам», вот он «Как стать первым», забыл точное название этой книжки. Вот он приводит свод-анализ. И здесь пишет Академия как раз «Я могу», вот как возможности, у меня есть возможности. Я сейчас объясню, почему это происходит. У меня, по-моему, это есть. У меня, по-моему, это есть сейчас. Я объясню. Вот я вначале... Ой, это у меня слайд не туда попал. Ситуация. Куда его идет? Перепутал. Ну, это к предыдущему, а тоже. Я однажды... Я однажды... Ну, вот я вот здесь же сидел, тут рабочее место у меня. Писал как раз на эту тему, что-то такое там, учебники писал. Ну, в общем, морозы, солнце, день чудесный. Мне супруга говорит, да иди же ты погуляй с внуками. Я имею возможность пойти покатать внуков на санках. Вопрос. Что здесь фактор внешней среды? Зеленая или красная часть предложения? Внешняя среда – это что, зеленая или красная? Напишите, зеленая, красная, как вы думаете? А, правильно, на месте все это. Зеленая, зеленая, зеленая. Правильно, 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 правильно. А то, что я могу пойти, я могу пойти, или я могу не пойти, это мое желание, мое действие, мое намерение, что-то еще. Это рождается уже после того, как я увидел, что день-то чудесный, сложилась хорошая погода, ну, так сказать, сложились погодные условия. Вот, наступило солнце, все, все прекрасно. Вот это фактор внешней среды, установившееся хорошее погодным условием. Вот это фактор внешней среды. То бишь, должны, возможности и угрозы. Так, вот я здесь этот слайд дал, вот ради чего. Так, сейчас прочитаю. Применить технологии бережливого производства корпорации Toyota, но при этом можно так сэкономить тактики, что в результате прийти к банкротству стратегию. Ну, наверное, наверное, наверное. Так, применить технологии бережливого производства – это не цель. Это стратегия, это действие, это средство достижения цели повышения эффективности. Поэтому, может быть, и технологии бережливого производства, а может быть, это и не Toyota, а нечто иное, может быть, это 6 Sigma или еще какие-то другие методы бережливого производства, и не обязательно они. Можно сэкономить, что в результате прийти к банкротству стратегии. Возможно, возможно, стадия реализации стратегии чрезвычайно важна. Но вот я хотел вот этот слайд, я вам показываю только для того, чтобы. В русском языке в свое время, когда переводили первые переводчики понятия, ну, маркетинговые книжечки и книжечки про менеджмент, они решили перевести слово возможности, слово opportunity, как возможности. В принципе, слово возможности в русском языке трактуется чаще всего от себя. Я это могу. В то же самое время под словом opportunity подразумевается благоприятное стечение обстоятельств. У них так, у тебя есть opportunity, какие у тебя opportunity, тот и говорит, рынок растет, или говорит, открылись новые вакантные места, или еще что, так понимает американец слово opportunities. А мы говорим, у тебя есть возможность? Да, есть, конечно. Я могу пойти туда, я могу пойти сюда, я могу пойти сюда. Казалось бы, небольшая деталь, но эта деталь приводит к тому, к тому, что при последующем сопоставлении факторов, что мы сопоставляем свои действия с элементами, я не знаю, со своей силой. Это совсем логика другая, это называется свод-анализ по пончику. Так в свое время был такой персонаж в интернете, в том числе я свод-анализ там у него увидел, давно-давно-давно на прицаре Горохе это еще было. Так вот, это те внешние обстоятельства, которые сложились независимо от вашего проекта. Вот что очень важно. Внешние факторы это события вне объекта, на которые объект не влияет. Он имеет место быть, независимо от того, есть объект или нет. Теперь, еще одна ошибка. Несистемное выявление факторов. Ну вот, такое образное сравнение, некто так, Когут и Боуман, это живший когда-то классики стратегического менеджмента, особенно Боуман, про Когута не знаю. Вот он писал следующее, что многие изменения, происходящие в компании, можно понять, глядя либо в зеркало, либо в окно. Под этим он подразумевал, что если ты смотришь в зеркало, ты разглядываешь себя, это твое внутреннее состояние. А если смотришь в окно, то видишь, что творится там. То есть, это основа, по сути дела, свод-анализа. Системное рассмотрение того, что есть за окном, и системное изучение себя в зеркале, это чрезвычайно важная ситуация. Вот посмотрите, пожалуйста. Давид и Голиаф в свое время. Ну, проведем свод-анализ. Давид смелый, невероятно смелый. Давид не слишком сильный, юный, неопытный. Голиаф. Ну, у него слабости нет. Это здоровяк, это я не знаю кто. Валуев ему в подметке не годится. Противник огромный, сильный, опытный, смелый. Слабости у него не выявлено. Вывод какой? Сравнивая внешние и внутренние факторы, говорим, Давид, куда ты полез? Беги от Седова, шансов нет. Однако, битву выиграл именно Давид, поскольку он не стал сражаться мечом или кулаком, он запустил в Голиафа камень с помощью прощи. То есть, мы вроде бы как и провели свод-анализ. А самые главные элементы, которые позволят решить проблему, остались по боку. Поэтому нужно подходить к анализу системно. Я обычно это называю таким образом. Искать, знаете, как обыск в доме. От чердака по пол. Зная, что ты ищешь, конечно же, по подвалу. Это очень долго. Это очень нудно. Но внимательно рассматривать. Особенно, когда ты ищешь то, не зная что. Вот в этом случае это очень, ну я не знаю, длительно и долго. Но это единственный способ разобрать всего себя. Возьмем некое образовательное учреждение. Вот оно в центре. Мы ищем в нем сильные и слабые стороны. Где их надо искать? Ресурсы финансовые. Финансы многое определяет. Есть у нас тут сильные и слабые стороны? Чаще всего нет. Но допустим. Но почему нет? Если у нас есть, например, мохнатая рука в правительстве, то почему бы нам не подкинули там по какой-нибудь грантик? Такое возможно. Ресурсы материальные. Ну что это? Здание, сооружение, там и то, и все. Новая машина или еще что-то. Искать вчерашний день. Ну, может быть, может быть. Ресурсы нематериальные. Нематериальные это имя, звания, ноу-хау, какие есть, обучающие технологии, например. И человеки, человеческие ресурсы, это и знания, умения, навыки. Но кроме того, процессы и способности. Ведь все эти ресурсы можно обладать, но уметь их организовать на достижение цели, это достаточно сложно. Вот тут и следует искать, искать и ресурсы, и в том числе человеческие, и способности, включая процессы, которые мы выполняем. Далеко не все процессы у нас в образовательных учреждениях выполняются достаточно хорошо. Не знаю. Я всегда привожу пример клиники Бурденко. Клиника Бурденко умеет уникальные операции проводить, потому что там есть хирурги мирового класса. А могли бы эти хирурги мирового класса работать так, если бы им своевременно не подавали кислород, если бы у них протекал потолок, если бы у них там медсестры были, не знаю, там, ну, бог знает какие. Поэтому вот все здесь, всю организацию надо просканировать. Ну вот Вячеслав пишет, что моя бабушка говорила искать вчерашний день. Вы правы. Вы правы в том смысле, что все это можно сделать быстрее. Все это можно сделать, скажем так, на основе вашего мнения. На основе вашего мнения. Но согласитесь, что вероятность такого решения, все-таки положительного решения и выполнения последующего увеличится, если вы увеличите, я не знаю, уменьшите, получите объективный взгляд. С внешней стороны, что у нас есть? У нас есть политика, экономика, социум, технологии. Технологии обучения новые, например, которые мы не знаем или, скажем, которые мы плохо освоили и до которого мы не доросли или наоборот знаем. Социум, то есть это та ситуация, которая есть, высшее образование не ценится, например, ценится сейчас, я не знаю, какие-то, ну тенденция такая, мелкие курсы, то подскочить, то подскочил. Экономическая ситуация в стране подталкивает, рождаются какие-то законы, политические акты, включая, я не знаю, законы минобразования и так далее. Есть наши покупатели, это, так сказать, детки, которые приходят не учами и средние школы приходят не учами, а в программу MBA они приходят из высшего образования, но по-прежнему не учами. На прошлом вебинаре я об этом говорил, есть поставщики, которые нам поставляют, конечно же, водоводу, канализацию, эти самые коммунальные услуги, это все наши поставщики, но кроме этого, есть еще и поставщики программного оборудования, есть еще и что-то такое, есть и конкуренты, прямые и косвенные, товары-заменители, это так называемый фактор ближнего окружения. Вот тут мы ищем благоприятные, неблагоприятные факторы, вот тут мы ищем способность, вот это системное выявление подход к среде. Ну, например, схема такого исследования может быть следующая, цель в начале, зачем стратегическая диагностика, анализ внешней среды, факторы внешнего окружения, PEST-анализ, ближнего окружения модели 5 силос, анализ внутренней среди, цепочка ценностей, например, есть и другие методы, потом уже свод-анализ, а дальше соответствие, есть уже выводы какие-то и корректировка стратегии или ее наново разработка, такой вариант вполне возможен. Это как одна показывает системность подхода. Идентификация факторов, как внешних, так и внутренних, это систематический поиск. Поиск, систематический поиск. Ну, еще, об этом я уже говорил. Так, Владимир Анатольевич, сильные стороны и возможности нужно не только использовать, расходовать, но и приумножать, вкладывать в них, привлекая интеллектуал, телег научных кадров и не разбрасываем. Совершенно верно, ну, нет, даже ни слова против, не скажу, совершенно верно. И более того, вот эти наши ресурсы надо тоже приумножать, надо не забывать, что привлекать надо и классных лекторов, и знающих лекторов, и людей с именем, совершенно верно. Но кроме этого, надо, наверное, еще создавать и материальную базу, и прочее. То есть, некий системный подход к воспитанию или к выращиванию института, вуза. Теперь, человек, существо особенное. Оно заключается в том, что вокруг него существует некая объективная реальность. Правда, говорят, что мы все живем в виртуальной реальности, но, так сказать, не буду сейчас с этим спорить, поскольку это некое лукавство по поводу виртуальной реальности. Ну, я, земля существует, она твердая, на ней есть я, я тоже существую, это объективно, на ней есть вы, это тоже объективно. Есть телефон, телевизор, компьютер, есть, так сказать, все это мы реально существующие. Можно потрогать, понюхать и прочее. Но когда вы потрогали, посмотрели, понюхали, пощупали, у вас откладывается в голове впечатление, вы некое субъективно все воспринимаете. Одного и того же человека можно посмотреть, одному он понравился, другой сказал, фу, я с таким общаться не буду. Например, в свое время у нас, кстати, говорили материалист, материалистическая философия говорила, что бытие определяет сознание. Мы в советское время повторяли, битье определяет сознание. Ну, в общем, у нас в голове смесь реальности и субъективизма. Я не знаю, в одних случаях больше, в другом меньше. Хорошо это или плохо, это данность. Есть у нас правое, левое полушарие, оно вместе мыслит, это все другое. Вывод один из этого у меня только один. Человек часто оперирует не фактами, а своими впечатлениями об этих фактах. И это надо помнить. В связи с этим, в рамках о реальных загоне, вот для того, чтобы она не была в загоне, для этого надо, чтобы анализ был построен на рациональной основе. Не вот слова, которые приписывают Эдварду Демингу, ну, одному из отцов-основателей управления качеством. Богу верим, от остальных требуются данные. Представь, пожалуйста, доказательства. Богу мы верим, в Бога верим, Богу верим, а все остальные будьте добры, докажите, если вы излагаете что-то. Я не могу сейчас останавливаться на этом очень подробно. Я чувствую, что я уже вообще время потратил, сколько нужно. Ну, в общем, способы идентификации обязательно. Изучение вторичной информации, анкетные опросы, исследования эксперименты, бенчмаркинг. Это, и что самое главное, здесь я почему-то не написал, это должно быть не один человек. Хотя один человек может, но во многих случаях это плохо. Факторный анализ, да. Очень много методов есть, и давно по этому поводу ученый народ говорит, вот начиная с профиля компании по анзофу, когда ее надо, так сказать, разложить по полочке и выяснить, что у нее хорошо, что плохо. Методов много, я о некоторых расскажу и сегодня. Вот, к примеру, вот обратите внимание, реальный документ ГБО у города Москвы, школа с углубленным изучением иностранных языков номер 1900. Ого, вот такая. Вот, в их документе есть проблемно ориентированный анализ, анализ существующего социального заказа, анализ образовательной деятельности, анализ результативности образовательной деятельности, результат внешней независимой оценки, анализ работы с учащимися, имеющиеся высокий уровень развития и так далее. И, естественно, свод-анализ есть там и есть тоже с ошибками в части внешней среды, но, тем не менее, вот такой подход, такой подход всячески приветствуется, всячески приветствуется. Идентификация факторов – это рациональная стадия. Так, кто мне не поверил, поставьте плюсик, кто сомневается, поставьте минус. Кто поверил, что идентификация – это рациональная стадия? Так, вот, хорошо. Так, все, хорошо. Спасибо, молодцы, молодцы. Я люблю, когда мне верят. Теперь о нескольких методах анализа. Павел Юрьевич, обратите внимание, я немножко перебираю, я постараю ускориться сейчас, вот, по времени. Виноват, молод и справлюсь. Без веры невозможен прогресс, так как иначе все будет потрачено на доказательства. Это сложный вопрос, я нисколько не возражаю, и более того, в свод-анализе есть место для творчества, есть место для субъективного мнения, и оно чрезвычайно важно и очень полезно. И очень полезно, но в то же самое время полагаться целиком на субъективность – это ставить себя в глубокий, в глубокую, я не знаю, это рисковать и очень серьезно рисковать. Итак, качественный анализ. У нас как-то принято говорить о том, что пойдем поштормим, что это такое. Мы пришли, быстренько собрались, поговорили, посмеялись, что-то такое, в конце концов выявили наши сильные и слабые стороны, заполнение традиционной четырехпольной матрицы, перекрестный анализ с ответом на вопрос, что делать. Все, быстренько сделали, я думаю, что с этим вы хорошо знакомы, и очень часто так это и делается. И вот я хочу привести вам слова одного чрезвычайно уважаемого человека в кругах, специалисту по стратегическому менеджменту, фамилия у него Хаси, ну я с ним лично не знаком, но книжка у него переведена на русский язык. И вот там написано, в результате такого анализа на выходе получается каша из случайно подобранных выводов и фактов, из-за чего предложения на их основе становятся ненадежными и легковесными. Еще дальше он. Я сейчас расскажу. так как а лично я сейчас расскажу разработала принимаемые меры вот посмотрите фактор влияния меры вот такой простой контроль даст вам возможность понять то ли вы выявили или не то мы можем напрямую определить что это является причина вот это является причина вашей ситуации или будет причина вашей ситуации как она повлияет если нет то значит здесь написано что-то не то если невозможно сформулирую то значит это фактор надо выкинуть и все жизнь нашей страны особенно системы образования строится не на научной основе она вере реформатором ну не знаю это конечно интересно еще вопрос такое когда вы проводите кая качественный анализ в этом случае вы должны сопоставлять обычно сопоставляет сила возможности сила угрозы слабость возможности слабость угрозы а почему мы сила слабость и возможности угрозы не сопоставляем и слабость угрозы сила возможности почему не сопоставляем не принято а можно это делать в результате мы получаем вот некую такую Диаграмму, рисунок надо изменить, плохо смотрится он здесь, нечеткий. Когда мы здесь пишем, например, возможности, здесь сильные стороны, угрозы сильные стороны, возможности слабые стороны, угрозы слабые стороны. И на пересечении пишем некие комментарии в виде мероприятий. Что делать? Например, что делать, чтобы наши ресурсы позволили нам схватиться или не упустить эту возможность? Что делать? Вот здесь очень важно как раз провести мозговой штурм. Не одному человеку, а несколько. И в процессе этого мозгового штурма появляются такие интересные идеи, которые просто так могут и не приходить. Правда, мозговой штурм следует проводить обязательно с фасилитатором, потому что иначе он превратится в некую говорильню и что-то еще все. Вот, по сути дела, получается ваш конечный итак. Вот тут мероприятие что делать? Причем мероприятия чрезвычайно важные. Это мероприятие построено на ваших сильных сторонах, на ваших слабых сторонах, на тех благоприятных факторах, неблагоприятных факторах. Но это качественный анализ. Еще есть и количественный анализ. Но прежде к нему приступать, я хочу сказать, что если вы имеете первичное знакомство с методом и только-только начинаете, то необходимо обязательно ориентироваться на простой метод анализа. Это то, что я до этого говорил. Идентификация, сопоставление и сопоставление на суждениях. Никакого количества анализа вам просто не надо. Если вы только тогда, когда вы освоите это вот действие, тогда можно перейти на следующий шаг. Это рациональный анализ внешней и внутренней следы. Не просто выявление, что ли, а это рациональный анализ. И здесь сопоставление тоже на основе исследований. Ну и наконец, вот последний вариант, когда вы можете уже считать себя профи, и в этом случае вы можете с коллективом проводить рациональный анализ внешней и внутренней среды, ранжирование и сопоставление на основе экспертных оценок. И тогда у вас получится супер-пупер анализ. Вот несколько слов об этом супер-пупер анализе. Ну, во-первых, количественная оценка факторов. Я сейчас только обозначу ее, больше детальнее говорить не буду. Вот что мы можем получить. Если мы получим суммарное взвешенное значение внутренних факторов, суммарное взвешенное значение внешних факторов, построим вот такое поле и построим свою компанию, то в зависимости от того, куда попали, мы получаем свою стратегию, стратегические действия. Это так называемая ИЕ-диаграмма, то есть внутренняя, внешняя. Другой вариант, чуть раньше был предложен. Это по-другому форму, так как спейс в матрице, может кто-то знает. Мы получаем, если многочисленные возможности внешней среды, то у нас либо вот это стратегия наращивания внутренних ресурсов, либо стратегия агрессивных действий, оборонительная стратегия, стратегия диверсификации. Это стратегическая матрица или матрица оценки действий. Вот мы, получается, вот какие вещи. Если мы здесь, то мы вот какие действия должны предпринимать. Но это, еще раз повторю, только тогда, когда вы имеете соответствующий опыт и понимание. Очень многие методы, ну как езда на велосипеде. Если вы первый раз садитесь на велосипед, с детского велосипеда на взрослый, то я не уверен, что вы проедете 5 метров. Вы будете 10 раз садиться, вас будет 2 километра держать кто-то, пока вы поедете. Вот так и с методами анализа. Обязательно должно быть некое такое, появляется некое неявное знание, которое не, ну скажем, трудно передать, формализовать, трудно передать. Внешняя среда. Я опустил, передаю вам вот файл PEST. Вот он, он в раздатке есть. В этом файле написаны различные варианты анализа внешней среды. Вы можете выбирать то, что для вас нужно. Но самое главное, там перечислены не факторы. Там перечислены сегменты макросреды, в которых надо искать факторы. Кстати, это не так сложно. Сейчас, в настоящее время, с помощью интернет, искать вот эти самые факторы организационно достаточно просто. Время, конечно, потребует, но тем не менее. Ну, есть еще форма представления. Я на этом сейчас тоже восстанавливаться не буду. Да, вот я здесь для успеха выбирать факторы, действительно имеющие место, а не мнение исследователя или руководства. Внутренняя среда. Во-первых, у вас есть участники в вашей жизни. Все. Их надо, их изучать. В каждом из них может быть слабое звено. Или же кто-то из них таит в себе сильную сторону вашей компании вообще. Есть такое, где здесь вера, просто пофигизм. Вячеслав Александрович, либо подробнее расшифровывайте, либо тогда я не понял само высказывание. Теперь, поиск ресурсов и способностей компании с использованием бизнес-модели Астервальдера и Пенье. Очень интересный метод. Вы, наверное, слышали, что есть такой подход. У него есть 85 вопросов. Вот часть из этих вопросов тут приведены. Отвечая на них, мы так или иначе уже анализируем компанию. Мы уже анализируем компанию. Есть цепочка ценностей Портера, которая служит неким таким основой для разработки своих процессов. Ведь, по сути дела, понимаете, если вы изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день делаете одно и то же, то через какое-то время вы начинаете понимать, что подождите, да у нас много времени. Мы, так сказать, можем или одного человека сократить. А, ну хорошо. Или еще что-то такое. То есть, это сбился, но ничего страшного. Так вот, для того, чтобы есть такой вебинар, вот можете его просмотреть, поиск ресурсовой способности с использованием цепочки ценностей Портера. И базируется вот на чем. Есть такая классификация процессов, которая позволяет оценить, который позволяет выделить процессы. И там они в этом, вы прочитаете, вы про свою компанию столько хорошего узнаете, там выберите из этого перечня необходимые процессы и оцените их уровень зрелости. А процессы рассмотрены. Это управление и поддержка, которые, вообще-то говоря, в последнее время становится, выходит на первое место. Не столько сами основные бизнес-процессы, сколько вот эти вспомогательные. И здесь управление персоналом, управление информационно-технологиями, финансами, создание, приобретение собственности, управление внешними связями, управление знаниями, улучшениями и изменениями. Скажу вам по секрету. Знаете, какое самое устойчивое конкурентное преимущество? Ну, кто-то, может быть, мне ответит какой-то вопрос, но этот вам покажется ненормальным. Это мохнатая рука в правительстве. К сожалению, это самое устойчивое конкурентное преимущество. Ну, конечно, иногда людей сажают, иногда выгоняют из правительства, этот канал перегревать, но, тем не менее, это очень серьезный канал действия. Именно поэтому все гонятся, чтобы стать депутатами, попасть в Думу, иметь своего сенатора, контактировать с чем-то. Это, не знаю, наверное, человеческая ситуация такая, но, тем не менее, это тоже является некими элементами, которые надо учитывать. Сможете вы убедить губернатора области, или, я не знаю, там, главу муниципального района о том, что вам нужно сделать то-то, то-то, или не сможете. Есть у вас на него влияние или нет. Итак, в результате вы должны получить некую программу. Вот, плохо здесь видно. Разработка реализации. С имеющихся документов копировал и не подумал о том, что здесь будет плохо видно. Разработка и реализация плана мероприятия по обеспечению максимального внедрения ИКТ и медиасредства учебно-воспитательного процесса ОУ, замдиректора. Разработка приказов, вот это все рождается на основе проведенного свод-анализа. Не из головы, что нам надо сделать, бух-бух-бух-бух, а после свод-анализа с путем сопоставления. В начале реформы образования верили невидимой руке Адама Смита. В результате закрыли ПТУ, затем безвозвратно верили баллонскому процессу, а теперь закрытию бухгалтерского финансового образования, которое реально не хватает на рынке. А информация так. Ну, я понимаю вашу боль, Владимир Анатольевич, но вообще-то говоря, это и есть те внешние факторы, которые создают некие события. За ними надо следить и учитывать в своей деятельности. Один вариант. Другой вариант. Заматываться в белую простыни на кладбище, по пути купить белые тапочки. Другой вариант. Ну, что еще? Либо, как сказать, искать методы выживания, либо не искать и уходить, и все. Из этого мира. А тут так прекрасно. Не надо никуда уходить. Ну, и теперь, коллеги, вначале несколько слов. Понятно изложил? У меня сейчас рекламная пауза. Если понятно, ага, власть сейчас непостоянная и придерживается мнения своих глав. Ну, в общем-то, да, к сожалению. Или к счастью, не знаю как. Итак, у меня есть мысль. И я ее думаю. Хочу, чтобы вы мне помогли. Я хочу провести вот на эту тему мастер-класс. Ну, вот анализ на службе образовательной организации. Это пять вебинаров по одному в неделю с домашними заданиями, с проверкой, с обратной связью, с дополнительными контактами. И в результате, я думаю, вот эту методику вы прекрасно освоите. И это позволит реализовать ваш проект точный срок, с планируемой прибылью, с заданным качеством, или выбраться из той ямы, в которой вы находитесь. Я полагаю. Еще что. Ну, кроме этого, вы получите по каждому этапу методические материалы со всеми этапами анализа, индивидуальную консультацию, ну и, в общем, дополнительный вес своей организации, я думаю, если это все будет реализовано. То есть, в программе я предусматриваю немного. Первый вебинар – это, по сути дела, выбор, формулирование проекта, логика, алгоритмы, инструменты, внешняя среда, внутренняя среда. Так, ну где же моя мышка пропала? Пропала окончательно, но бог с ней. Четвертый – сопоставление факторов, обобщение работ и составление, собственно говоря, ответа на вопрос, что делать, разбор ошибок и рекомендации. Ну, на каждом мы дали анализ практических примеров, типичных ошибок, выдача, разбор домашних заданий, комментарии, комментирующие замечания. Вот, собственно говоря, так. Мне хотелось бы, чтобы вы в чате, кто заинтересован, мышка внизу бежала под кадром, да, ну ладно, все, уже не поймал, уже не поймаю. Так, в чате, кто заинтересован, в принципе, в этом участии, время не определено пока, никаких других условий не определено, есть только голая идея. Это предварительный этап. И всем, кто изъявил, изъявит желание, будет выслано некое информационное письмо с подробными пояснениями, когда будет принято решение его проведения. Вот это первое. Пожалуйста, в чате пишите сейчас просто «хочу» или «ну не хочу», так ничего и не пишите. Если таких «хочу» наберется прилично, тогда мы будем думать, я попрошу Павла Юрьевича помочь в этой организации, и будем думать, как есть. Так, пока вы думаете, есть хоть один, кто «хочу»? Хотим. Виктория Евгеньевна, спасибо. Так, пишите, пожалуйста, еще. Одного мало. С одним программой посмотреть перед «хочу»? Нет, пишите сейчас «хочу», тогда пришлю. Тогда придет программа. Заинтересовала. Очень хорошо. Продолжайте. Теперь, ребята, если есть такие, кому надо провести анализ, ну, так или иначе, этот курс проводиться будет не сегодня, не завтра, а есть такие, у кого есть неотложные вопросы и неотложные задачи, то, пожалуйста, вот мои координаты еще раз, пишите, свяжемся, как говорится, договоримся. Не давите. Не давлю, не давлю. Если надо, пишите. Заинтересовало, пишите. Не заинтересовало, что же делать. Еще раз. Итак, ну что ж, коллеги, я жду вопросы, если таковые будут. Сейчас я посмотрю, что у нас тут есть. Дискуссия. Я, пожалуй, все вроде бы ответил, не забыл. Хотим один, хотим заинтересовало два. Ну что ж, тогда, таким образом, если особенно не заинтересовало, тогда, тогда, пожалуйста, вот и Виктория Николаевна и Лейла и Наловна, пожалуйста, напишите мне письмецом, и как-то с вами вместе договоримся, что, что делать, как делать, и о чем, может быть, действительно имеет смысл. Итак, все, коллеги, у меня, собственно говоря, все. Вопросы, оценка. Да, я понимаю, да, я понимаю. И тем не менее. Так, ну что, коллеги, большое спасибо и вам, что пришли, что уважили. Для преподавателя, что главное, чтобы была аудитория, и чтобы его слушали. Вот это его вдохновляет, это его мотивирует. Так, ну что, коллеги, все, тогда будем прощаться, ожидал немного больше про специфика и про среды в анализе. Дмитрий Сергеевич, ожидал немного больше про специфику. Специфику учитывать, когда есть техника и технология. Ну, в общем-то, наверное, вы правы, наверное, вы правы. Так, ну что ж, удачи всем. Павел Юрьевич, закругляемся, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо Алексею Васильевичу за сегодняшний вебинар. Я хотел бы отметить, что вот по поводу последнего предложения, что, ну, конечно, на нашей базе в 35 человек мы большого отклика не увидим. когда мы делаем наши курсы, ну, хорошо, если откликается из нашей базы в 100 тысяч человек несколько десятков. Ну, правда, речь идет уже о последнем извинении, об изъявлении желания, о покупке курса. Вот, поэтому мне кажется, что даже 3 человека, которые примерно высказались за из 30, это хороший результат, и можно что-то попробовать. вот, что касается всего остального, спасибо за ваше активное участие в вебинаре, мне кажется, у нас такой интенсивный сегодня вебинар получился хороший. Еще раз благодарю всех, и напоминаю, что Директ Академия это вебинары каждый день, приходите к нам каждый день, участвуйте в вебинарах, получайте новые знания открытые, и будет вам интересно и хорошо. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания всем.